Приветствую всех вас на информационном портале Альфа-Ньюс. Я Вальков Вячеслав и в эфире передача Студия Свободы. Тема сегодняшней нашей передачи уже, наверное, будет по обыкновению итоги прошедшей недели. Сразу хочу обратиться ко всем, кто нас слушает по обыкновению. Убдительная просьба ко всем вам пригласить всех своих друзей, знакомых, которые сейчас находятся за мониторами своих компьютеров, чтобы они точно так же присоединились к нам, к нашей передаче. Потому что будем говорить честно, откровенно, так, как есть на самом деле. Ну и так же прошу всех, кто сегодня готов поучаствовать в передаче, помочь мне сегодня, потому что чувствую я себя сегодня не очень хорошо, немножко приболел, температура. Так что дам сегодня вам возможность высказаться побольше. Скайп в студии у нас alfanews.md. Добавляйтесь, пишите, кто еще не был, пишите нашему оператору, он с удовольствием вас добавит. И, конечно, выведет в эфир. Единственное, что просьба, чтобы у вас была гарнитура, наушники, чтобы вы не фонили и не мешали всем слушателям участвовать сегодня в передаче. Итак, итоги недели. Еще раз прошу всех добавляться уже в Скайп, не ждать полчаса, а начнем с вами с самого начала. Кто что запомнил? Ну, как бы я начну первое, а потом вы уже как бы мне поможете. Чем неделя запомнилась для меня? Конечно, снегопадом. Снегопадом, который обрушился на север нашей страны, конечно, затронув немножко Кишинев. Ну, снег снегом, знаете, это все полбеды. Мне запомнилась эта неделя той беспомощностью, знаете, теми криками о помощи, которые раздавались на этой неделе с севера нашей страны. Люди, доведенные до полного отчаяния, выходили в социальные сети и кричали «Караул, помогите у нас, умирающие люди, у нас роженицы, у нас больные, помощи ждать неткуда». В это же время власть выходила перед телеэкранами ведущих каналов страны и рассказывала о том, что все под контролем, все хорошо, все у нас нормально, проблем нету. И в это же время, параллельно с ними, в унисон, можно сказать, люди просили и кричали о помощи. До сих пор, до сих пор, уже, извините меня, неделя прошла, а 29 сел на севере нашей страны находятся в заблокированном состоянии. Туда никто не может добраться, туда никто не может приехать. Сейчас эта ситуация, в принципе, может быть, ожидает юг Молдавии. Все синоптики обещают большие, обильный как бы снег на юге Молдавии. Ну, в принципе, это то, что мне запомнилось на этой неделе и такое, знаете, как бы самое значимое событие. Событий, конечно, было больше, но я как бы уже дам возможность вам рассказать. Саша, в эфире у нас есть кто-то? Нету, да? Ну, раз вы будете скромничать, я тогда буду продолжать дальше. Дальше. Так, одну секундочку. Так, что запомнилось еще? Ну, конечно, сегодня какая-то часть населения страны и мира ждала какого-то конца. Конца не наступило. Кстати, мы тоже говорили на этой неделе об этом. Будет конец света, не будет конца света. Мы пришли к тому, что для многих конец света может наступить в любой момент. Вот, например, для тех же самых наших граждан страны, которые оказались в снежной ловушке на севере Молдова. Для них наступил такой своеобразный апокалипсис, наступил своеобразный конец света. Вот они уже почувствовали на себе, что значит лишиться привычного образа жизни, что значит выбираться из квартир и прокапывать, ну, в прямом смысле этого слова, дорогу к соседям в больших-больших снежных сугробах. Что значит остаться без света, без связи, без интернета, без телефонов, без ничего. Почувствовать себя абсолютно отброшенными, ну, значит, такой каменный век. Вот, в принципе, как бы конец света. Ну, а тот глобальный конец света, которого все ждали, календарь мая сегодня как бы закончился. И началась новая эра. Ничего такого сверхъестественного не наступило. Ну, и слава богу, у нас есть, в принципе, возможность подумать о том, как мы жили все эти годы. Ну, и, наверное, сделать анализ над ошибками и больше их не повторять. Воспользоваться этой возможностью, что жизнь продолжается. И есть еще возможность ее исправить, ее всякие такие вот худые моменты. Что еще было интересного на этой неделе? Наверное, конечно, принятие законопроекта в первом чтении в парламенте, по которому лишается права голоса 200 тысяч граждан нашей страны. В первую очередь, это пенсионеры. Это люди, у которых старые советские паспорта. Либералы все-таки добились своего, партия Альянса добились своего, лишив конституционного права 200 тысяч граждан нашей страны. Мы мотивируем это только тем, что у них оказываются старые паспорта. Ну, вы сами понимаете, когда у тебя пенсия 600-700 лей, еще как-то на эту пенсию прожить, как-то еще на эту пенсию оплатить за коммунальные услуги и еще найти деньги для того, чтобы сделать паспорт, который стоит 150-250 лей, это нереально просто-напросто. И люди, не потому что им не нужен новый паспорт, а потому что банально у них нет денег на этот новый паспорт, и они его до сих пор не сделали. И вот все эти люди сейчас выброшены просто-напросто из законодательной системы и лишены своего конституционного права. Они лишены возможности участвовать в парламентских, президентских выборах, референдумах и так далее. То есть они лишены права участвовать в жизни страны. Так, мне тут... Дальше что? Ну, конечно, еще вот события на этой неделе, это то, что начался два суда, то есть два суда продолжались на этой неделе. В одном суде социал-демократы подали в суд против Лупу для того, чтобы он восстановил мандат для входа в парламент. То есть Лупу в единоличной такой своей манере закрыл возможность социал-демократам посещать парламент Республики Молдова. Хотя, опять же, любой гражданин имеет на это право. Все законные процедуры были как бы выполнены под надуманным предлогом, якобы под тем, что социал-демократы вместе с коммунистами выступали с какой-то парламентской трибуны в коридоре. Но как бы вот на этой причине Лупу запретил и аннулировал законный пропуск для входа в парламент социал-демократам. На что они подали в суд, и уже как бы пятое или шестое заседание откладывается. И вот на этой неделе, сегодня вроде бы, в очередной раз заседание было отложено уже на февраль следующего года, когда, в принципе, сам мандат и сам пропуск был действительно только до конца декабря 2012 года. То есть специально все было затянуто для того, чтобы не дать возможности социал-демократам быть в парламенте и рассказывать людям обо всем, что там происходит. Вот у нас уже есть звонок. Добрый вечер. Вера, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Вер. Ну, чем вам как бы запомнилась эта неделя? Вот какие главные события вы как бы могли бы на них сакцентировать? Давайте как бы дадим возможность каждому человеку рассказать, что запомнилось ему. В принципе, лично мне на этой неделе, конечно, больше всего запомнилась безалаберенность нашего правительства и наших всех этих служб с этими снежными заносами. Это такого кошмара, по-моему, Молдавия давно не видела и не ощущала. Чтобы люди настолько оказались беспомощные и настолько оказались никому не нужными, это и после тех средств, которые были потрачены якобы на подготовку к зиме и на подготовку к холодам, это в голове не укладывается. Ну, это первое, в принципе, что мне больше всего запомнилось. Ну, и, конечно, очередной наш подарок на Новый год, который нам предоставило правительство. То есть повышение на энергоносители, вернее, повышение акцизов на энергоносители, это просто я, например, для меня это, я считаю, что это страшно. Это, следовательно, поднимается в цене и свет, и газ, и продукты питания. Абсолютно. Вера, спасибо. Светлана, день добрый. Светлана. Светлана, здравствуйте. Светлана, отключите, пожалуйста, у себя трансляцию звук с... Сейчас, минутку, вы меня слышите? Да, я вас слышу. Отключите трансляцию у себя звук с сайта и давайте общаться с вами в скайпе, потому что у нас задержка между сайтом и скайпом в 4 секунды где-то. Хорошо? Светлана, в 9 секунд. В секунду. Выключите просто звук на сайте, там, где вы видите трансляцию. А, вы меня не слышите? Да, я вас слышу. Вы меня не слышите? Алло. Светлана, вам нужно включить звук в скайпе, чтобы вы меня слышали в скайпе, и выключить звук на трансляции, потому что у вас задержка идет на трансляции в 9 секунд. Такой проведем маленький ликбез быстро. Хорошо. Вера, а что еще, кроме снега и кроме повышения тарифа? Вот как вы прокомментируете вот те события, свидетелями, которыми мы были с вами, свидетелями на этой неделе, что против лидеров социал-демократов власть продолжает устраивать репрессивные действия. Суды сменяются судами. Его обвинили в том, что он незаконно вошел в парламент, ему вменили штраф в 3 тысячи лей. Молдова ГАЗ подала в суд на них, что социал-демократы нанесли им моральный ущерб, требует с них миллион лей. Вот как бы вам, как вы это прокомментируете? Вера. Так, какие-то сегодня накладки у нас. Слышите меня? Если меня кто-то слышит, напишите мне, пожалуйста, в скайп, потому что я не слышу вас. Хорошо у нас, как бы, ничего не понимаю. Так, я уже тогда спрошу людей в скайпе. Хорошо, тут говорят, что в студии слышно только меня. Александр, подключите Павла. Сейчас, Павел, мы тебя подключим, как бы. Не могу понять, что сегодня с техникой. Павел? Да, и вот теперь я тебя слышу в скайпе. Все, прекрасно. А меня в трансляции слышно? Да, и вот теперь я тебя слышу в скайпе. Друзья, выключите звук на сайте. Слышно меня? Да, прекрасно слышно, я слышу. Все, прекрасно. Отлично. Друзья, все те, кто хотят поучаствовать и поделиться, не нужно мне звонить в мой личный скайп. Не нужно добавлять меня в ваши конференции. Есть скайп-студии. Я не могу одновременно быть в трех скайпах, ладно? Пускай добавят всех, кто звонит, и все. Хорошо, Саша, добавь, кто есть из постоянных наших участников, скайп и все, потому что тут люди... Просто вот в той конференции, когда мы заходили, все вместе, просто не было слышно студии вообще. Ну да. Подключите меня. Да, все подключили. Вот, типа вас уже подключили, слышно прекрасно. Нет, я просто, я знаю, что вы как бы остаетесь общаться, я знаю, что вы остаетесь общаться в этих конференциях, но каждый раз при новой передаче мы создаем как бы новую конференцию. Новую, вот и так и надо делать. Да, да, и получается, что вы как бы ждете в той и ждете, когда мы вам всем как бы позвоним, а я думаю, где вы, а вы звоните мне как бы вот сюда. Хорошо. Павел, чем для тебя запомнилась прошедшая неделя? Ты как северянин пережил все прелести, скажем, прелести поддержки государства и правительства, то есть ты сам своими руками отгребал свой дом на протяжении всей этой недели. Что еще? Да, так оно и было, так и началась моя неделя, как бы с физических упражнений пришлось вот именно разгребать все эти сугробы вручную и вплоть до того, что люди на свои деньги потихонечку нанимали технику и так далее, и разгребали и улицы свои и так далее. А помимо всего этого как бы негатива, очень приятное такое впечатление мне осталось, конечно, после четверга, когда мы встретились в студии, конечно, с Виктором Петровичем. Это, конечно, было как бы очень приятно и большой как бы отпечаток оставило не только у меня, я думаю, а у всех здесь, как бы, кто был в этой студии. И не только кто участвовал, а именно кто слушал, по крайней мере, немножко у людей видно, что с каждым днем все шире открываются глаза, все больше они начинают понимать, что творится у нас в стране. И потихонечку, потихонечку начинают действовать, то есть переходить как бы с пассивного такого состояния, более активное. Вот это мне, конечно, за неделю, по крайней мере, для меня, вот вчерашний день был самый такой плодотворный, как бы. Смотри, Павел, я о чем хотел поговорить, то есть мы уже как бы в эфире третью, третью, третью неделю, вот уже как бы студия свободная, уже три недели. И я вот потихоньку ищу методом проб и ошибок, какой формат для передачи должен быть. То есть мы уже определились с четвергом, что по четвергам у нас, например, будет встреча с Виктором Петровичем, и он как бы будет вместе с нами обсуждать те события, те процессы, которые происходят в стране. По пятницам, то есть мы сегодня в таком первый блин у нас комом, то есть я сегодня как бы задам формат, но по пятницам я предлагаю, чтобы у нас была передача итоги недели, чтобы каждый мог в пятницу подумать, что ему запомнилось, что ему накипело за пятницу, и как бы мы будем встречаться, и каждый будет делиться тем, что он посчитал важным за неделю. Ну а с понедельника по четверг, а с понедельника по среду у нас будет как бы обычное обсуждение каких-то тем. Может быть будут какие-то люди, может быть люди захотят, как вот у нас был уже пример, провести передачу сами. То есть мы готовы предоставить площадку студии свободы для того, чтобы кто-то мог продвинуть какие-то свои идеи, мысли, отстоять их, опять как бы насут общественности и так далее. Света, как у вас со связью? Вы меня слышите? Светлана? Я понял, Светлана просто слушает нас по трансляции на скайпе. Елена, вечер добрый. Добрый вечер. Ну так, чем вам запомнилась уходящая неделя? Вы как бы от нас далеко, в Греции, но вы следили за всеми новостями в стране. Что для вас самое важное? То есть вы в принципе, у вас по крайней мере новый паспорт, и вы не попали в тот список людей, которые лишены права голоса. А многие как бы на этой неделе, ну по крайней мере в первом чтении закон уже принят. То есть я думаю, что у них в принципе и во втором чтении этот быстрый закон пройдет. Да, у нас этот паспорт не коснулся. Но дело, что мы сейчас работаем вот много очень гречан, греков, которые работают в Греции. Так. И мы скиданы по словам. Для того, чтобы съездить, проголосовать в наше посольство, по-моему, я не пускам или нет. У кого-то эхо, но нормально. То есть я не могу понять, у кого... Эхо у вас обоих. Нет, кто-то еще... Нет, вот все, мы нашли Свету, у кого эхо. Все. Я закончил? Проголожаю? Да, да. Значит, чтобы съездить в Афире, проголосовать, это, ну, как минимум, 240 евро. При наших заплатах 500, 600, 400 евро это как-то довольно-таки накладно. Каким образом можно было бы получать бюллетни и голосовать на местах у себя? Здесь, значит, поставят штампу в нашей притуре, в нашей демархии, как мы его здесь называем. Ну, короче говоря, городские власти, значит, поставят штамп о том, что да, действительно, подпись, действительно, и мы даем голос за того или иного товарища или господина. Это первое. Второе, значит, новость, которая меня очень обрадовала, что неуважаемый мой товарищ Бусеску скатился со своего престола. Радует это, не радует, но меня лично это очень радует. Сейчас, начиная, уже, по-моему, в Румынии выбирает новое правительство, по-моему, придет к власти, пришло уже к власти, а фашиста убрали. Я думаю, что нашему правительству это было бы таким, как вам сказать, намек, что, дорогие мои, все свое время кончается. Зигхайль не пройдет ни в Молдавии. То, что творится со снежными заносами, это, конечно, ну, что вам сказать, это в кошмарном сне не приснится. Это не приснится в кошмарном сне. Посмотрите, что мы стремимся в Европу, то есть мы, наше так называемое нынешнее правительство стремится в Европу. Посмотрите, что творится в Европе, когда что-то случается. Поднимают войска, поднимают какие-то отряды обороны. Люди вылетают, помогают друг другу. Здесь тишина, как на кладбище. Никто, ничего, взял лопату, пошел работать, хорошо. Не взял лопату, не пошел работать, значит, ты будешь сидеть у себя дома. И тихо-тихко молиться. На самом деле, на самом деле, когда вся эта беда пришла в страну, в социальных сетях появлялись предложения о том, чтобы на севере Молдавии было объявлено чрезвычайное положение, чтобы правительство подняло на национальную армию по тревоге, чтобы были задействованы инженерные войска, которые есть в армии. Есть техника, но правительство никак не отреагировало. Вот такая ситуация. Каменный век, все, средневековье полное. Пять часов, села вымирают. Я могу сказать, что в средневековье было получше, потому что там собирается народ сам по себе. Елена, спасибо. Там люди были немножко покричи, там были церкви, там были монахи, которые принимают огромное участие. Допустим, если насыпала холера, то еще поднимался весь народ. А здесь, извините, все пути, дороги заняло никто, ничего, никому ничего. А правительству ни капли. Ему тихо, сухо, не голодно, не холодно. За коммунальный платить не надо. Чего ему беспокоиться-то? Елена, спасибо, подключился Анатолий. Не закончилось, еще можно? Да, 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 конечно. Я не закончила, значит, первое, второе, значит, это самое, мне понравилось выступление господина Шеллина. Я его, очень, не, охи, тора, на та, на та и по. Извините, отвлеклась. Работа без работы, я на рабочем месте. Значит, это самое. Прослушав его внимательно, очень внимательно, там что-то у нас даже были пару вопросов с ним, человек понимает ситуацию и человек ведет нас туда, куда нам надо идти. И как за ним идти. Понимаете, дело в том, что еще, опять же, расстояние влияет очень огромное, очень огромное дело, понимаете. Но мы не можем вот так вот участвовать, как вы. Это, конечно, не выход ходить Ара-Джо с Альянса, как ходили в прошлом году коммунисты. Это просто морозит людей. Но надо же разработать какой-то план, чтобы мы отсюда действительно могли иметь какой-то голос. Не только отсюда. Есть Италия, есть Испания, там тоже очень много работает наших людей. Есть Португалия. И поверьте, поверьте, что мы все хотим домой. Все хотим домой. Не хотим родить, как беспорядные собаки по миру, а хотим домой. И вы меня слова перебили, у меня был еще один вопрос, но я свое мнение высказала. Если что, мне можно будет добавить, да? Конечно, да. Мне пишут на Одноклассниках, как добавиться к нам в Скайп-студию. Скайп-студию вот под моей окошком, трансляцию. Скайп-студии alphanews.md. Такой же, как адрес нашего сайта. Потому что ваше окошко не высвечивается на Одноклассниках. Нет, нет, нет. Я говорю вот сейчас в трансляции, в трансляции Skype-студии alphanews.md. Такой же самый адрес, как адрес нашего сайта. Так что набирайте в поиске скайпа alphanews.md, и вы попадете в студийный скайп. И я продолжаю дальше. Анатолий, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Анатолий, чем вам запомнилась о уходящей неделе? Какие главные итоги вы бы хотели подвести? Что было, на ваш взгляд, таким самым знаменательным? Ну, в общем, я хочу сказать, что для меня было знаменательным то, что мы с Виктором выступили на портале alphanews. В понедельник, да, помню. Да, в понедельник был в гостях у вас. Мне очень понравилось в вашей студии. Уютно, здорово. Мы теперь даже чай имеем, так что, если что, в следующий раз у нас будет чай. Ну, и не только чай, очень красивая студия, вообще здорово. Вот, поэтому понравилось мне то, что количество наших гостей постоянно увеличивается и растет, хотя в этой программе всего лишь третья неделя, как от роду, да? Вот, безусловно, мне очень понравилось выступление господина Шелина. Вот, и вот эти вот наши жаркие дискуссии, жаркие обсуждения, которые особенно мне понравились вчерашний день, мне вот дама из Греции очень понравилась, потому что она имеет свою точку зрения. Вот, и когда человек отстаивает свою точку зрения так жестко, серьезно, это говорит о том, что у нас, и поскольку она еще является социал-демократкой, я хочу сказать, что в партии социал-демократов с такими людьми большое будущее. Вот. Вот, мне нравятся эти вот дискуссии, вот это вот общение, и хочу сказать, что, конечно, то, что мы поднимаем вот эти проблемы всегда, конечно же, как будто наступаем на больную мозоль, и я думаю, что все-таки где-то кто-то взял там и что-то сделал. Вот, я думаю, что вчера, кстати, я видел под переведением, что другая партия, не буду называть какая, она тоже со своей молодежью правил с лопатами расчищать снег. Ну, уже, так скажем, в синих, так скажем, своих фуфайках с логотипом этой партии, и вовсю пиарили. То есть там три человека расчищались, нет, но фишка в том, что Альфа-Ник поднял эту тему, социал-демократы подняли эту тему, вот. И остальные подключаются. Хоть понятно, что для пиара, что это был пиарху, там раздать какие-то стопольствия, прослесившихся для бабушек. Но в масштабе страны они ничего не решили. Но! Мы подняли тему, и другие не отключились. Это очень хорошо. Это очень здорово. Анатолий, я перебью вас. Я скажу больше, что те люди, которые просили помощи у портала, то есть те люди, которые попали в поле зрения портала с их проблемами, мы каждую эту проблему озвучивали. Мы обратно ее отправляли в общество, в социальные сети, в Facebook, и власть, и власть реагировала. Середина недели, вторник начался с того, что из какого-то села писали о том, что там человек с ампедицитом, с острым, уже как бы с болями, и его не могли вывезти до больницы. Вот помните, как бы тот момент, это было даже, кажется, в воскресенье. Да, да, да. И мы написали статью об этом, мы разместили информацию об этом на Facebook и о Одноклассниках. В социальной сети даже выложили телефоны министра транспорта господина Шелару, прямой телефон премьер-министра. Ну а что нам оставалось делать? И все-таки, то есть все наши действия, они возымели успех. Люди, кто-то звонили премьер-министру напрямую, кто-то звонил министру транспорта. И на следующее утро гусеничный трактор, и на следующее утро гусеничный трактор все-таки проехал в то село, забрали этого парня. И мне его жена писала, что жизнь будущего отца вне опасности, и что все хорошо. И сейчас, пользуясь как бы возможностью, я обращаюсь ко всем тем, кто нас смотрит и будет смотреть в записи. Если у вас есть какие-то проблемы, если у вас есть какая-то беда, звоните, пишите мне, пишите как бы работникам Альфы в личные сообщения на одноклассниках, и мы обязательно сделаем все, что в наших силах для того, чтобы привлечь внимание и решить вашу проблему. Не стесняйтесь. Если вы чувствуете, что больше помощи ждать нет куда, пишите и звоните нам, и мы обязательно постараемся вам помочь. Слава, я еще хотел бы предложить, чтобы все, кто читает новости, слушают новости, чтобы они, в общем-то, если у них есть какая-то информация, чтобы на местах, буквально на местах есть какая-то информация, беспредел чиновников, или что-то хорошее, позитивное что-то, какая-то инициатива позитивная. Я предлагаю, чтобы люди писали, и мы размещали это на портале, и всячески содействовали продвижению этих на местах, в общем-то, либо поднятию проблем, либо поощрению инициатив. Все-таки я считаю, что очень много на селе происходит вещей, которые на самом деле, даже возьмем, если там происходит, не знаю, местная самодеятельная какая-то, кружок какой-то, организовал какой-то сельский праздник. Разве это не достойно внимания того, что люди на местах самоорганизовываются, и осветить это на портале Альфа-Ньюз? Анатолий, я вас полностью поддерживаю хорошо, если бы новости были бы о хорошем. Я вам сейчас прочитаю последнюю новость, которая вот была размещена на нашем портале по новостям из регионов. Это какой-то кошмар. Если кто-то думает, что в Кишиневе дорого обучать детей, они глубоко ошибаются в селе, обучать ребенка или как бы тратить те деньги на то, чтобы он получил образование намного больше. Вот смотрите, что как бы пришла какая новость. На протяжении последних нескольких дней СМИ сообщают, что школы некоторых районов остаются закрытыми из-за непогоды. Тысячи детей не посещают уроки, потому что не могут добраться до учебного заведения. О том, как несладко приходится ученикам и преподавателям, нам рассказали учителя, учитель сельской школы Дрокевского района. Я вам говорю то, что происходит в селах Дрокевского района. Женщина пишет, что в настоящее время школа практически не отапливается. Большинство детей болеют, а занятия, естественно, не посещают. То есть минус 17, минус 20 на севере Молдавии, школа не отапливается и дети физически не могут туда пойти. А те, кто ходят, они просто заболевают. Но нас, учителей, обязали находиться в пустых классах весь рабочий день. Требуют составлять списки отсутствующих, обзванивать по вечерам родителей и выяснять, почему дети не пришли на занятия. Ну как почему? Мороз, люди, дети болеют. Ну неужели как бы это и так непонятно? Как будто мы не знаем почему. Вот бы кто из района приехал к нашей школе и провел здесь весь день, чтобы пришло понимание в существующих условиях проводить занятия просто невозможно, рассказывает педагог. Дальше. Она отмечает, что до недавнего времени за отопление школы отвечала примария. Но с Нового года школа перешла на самофинансирование. Сейчас директор школы выделил деньги на 25 тонн угля. Да, вот привезти невозможно, дороги до сих пор не расчищены. На месте мы раздобыли 6 тонн угля, чтобы хоть как-то дотянуть до Нового года. Очень надеемся, что после праздников она вспомнит и сделает так, чтобы после каникул дети вернулись в более-менее теплые классы. И дальше. Она отмечает, что образование в сельской школе ведется только до 9 класса. Старшеклассники ежедневно ездят на учебу в Дюнь-Дюшана или Дрокию. И это не менее 40 километров. То есть дети каждый день с одного села едут 40 километров в другой город. Вы что думаете, там есть автобусы? Ничего подобного. Чтобы добраться до школы и обратно, на дорогу ежедневно уходит 20 леев с ребенка. А если у вас двое, это 40 леев. А у кого двое или трое, каждый день 40-60 леев только на дорогу, чтобы ребенок мог закончить школу. Такси от села до Дюнь-Дюншан стоит 150 леев. Образование выходит за ладым. Представьте себе, 20 лей ежедневно в селе тратят только на то, чтобы ребенок добрался до школы. И после этого, когда мы узнаем, что эти, извините меня, гребаные автобусы были куплены за три цены. И что? Кого-то наказали? Ой-ой-ой, мы разберемся. Да ничего вы не разберетесь, да хоть бы совесть имели бы. Вышли, покаялись бы перед народом и извинились бы. Наказали бы прилюдно этого негодяя, который на этом нажил деньги. Когда дети, ну вот что-то в обворице. Хорошо. А я хочу сказать, Слава, на самом деле, вот то, что творится, это действительно очень такой жесткач у нас. Реально происходит жесткач, серьезный жесткач. Я тебе говорю, то есть вот я вышел, когда на Одноклассники и люди начали писать, я охватился за голову просто-напросто. Мы говорим, что у нас в Пишеневе здесь какая-то обстановка, ситуация сложная. Да фигня все это. Там беспредел творится полный. Сто километров от Кишинева полный беспредел. Скажи, пожалуйста, какой, вот просто мне интересно, вот как ко всему этому относится вот власть на местах. Вот именно власть на местах. Как она вот пытается разруливать вот ситуации там? Какая есть информация? Да ты пойми, Анатолий, что власть на местах тоже разная. Есть человек порядочный, там, примар какого-то села. Он рвет жилы, чтобы все было нормально. А другой примар какого-то села понимает, ага, хорошо, мутная вода, давай-ка я быстренько продам, что еще до меня не продали. Утащу, что до меня не утащили. И заработаю пару копеек Ла Бузунар. И быстренько тут 4 года по рукаву вожу здесь и заработаю себе на 5-10 лет вперед. И все. Это, опять же, зависит все от человека. Не боится, что его сельчане на вилы поднимут? Слушай, да смотря кто, кто за кем стоит. В одном селе, в одном селе хотели провести референдум о снятии примара. Думаешь, получилось, да не тут-то было-то. Люди собрали подписи, говорят, мы не хотим его, то есть мы ошиблись, мы хотим его сменить. Ничего подобного. Примары во многих селах чувствуют себя, как, знаете, как вот боярями, знаешь, как вот, как будто там прямостное право. Да, да. Они чувствуют, что связи, то есть что там, там далеко от столицы, им кажется, что там ничего, никто ничего не узнает. Они как бандиты, знаешь, как бы чувствуют, что помощи ждать этим христианам неукода, сельчан. И многие издеваются в прямом смысле над своими односельчанами. Я еще раз обращаюсь ко всем, кто нас слышит. Хорошо, Слава, скажи, пожалуйста, мы все вместе. А ответственны за то, что у нас вот такая гребанная власть, которая нас имеет постоянно и уже несколько лет. Мы ответственны за это, все вместе. Ну, конечно, в ответственности все вместе. Ну, почему-то каждый думает, что он был хорошим, а вот в дерьмо влез как бы благодаря другому. То есть печать на избирательном бюллетене, значит, мы поставили и отнеслись. Ну, я хочу сказать, что я знаю людей, которые поставили на бюллетене печать только потому, что ему там дали какой-то продовольственный пакет. Вот, и у нас был даже, я с душе, конечно, поддерживаю там коммунистов, я безусловно поддерживаю их, но я проголосовал за зеленых, потому что вот они там нам пакетик подкинули. С растительным маслом, гречкой, сахаром, солью и так далее. Понимаешь? То есть вот эта цена, и потом, то есть тебя купили с потрохами за пакет стоимостью 25 лей, вот, ну, может, 50 лей. А ты потом, ты потом отработаешь в сотни тысяч раз. И это как бы обращение к тем, кто сегодня, кто сегодня, там, в Новой Гагаузии той же, да, кто сегодня на самом деле продал будущее своих детей. Знаете, Штефан Чалмарий сказал, когда ему что-то там, он говорит, эта страна не принадлежит нашим потомкам, эта страна не принадлежит нам, эта страна наших детей. Вот так он говорил. И поэтому, а за наших детей я буду бороться. Понимаете, да? Вот это сказал настоящий молдаванин, который себя считал молдаванином. Анатолий, спасибо. Сейчас я обращусь опять к зрителям. Кто хочет, как бы, добавиться в Skype, напоминаю, Skype Studio, alfanews.md. У нас там были, я видел, как бы, у нас был новичок с юга Молдавии, я даже знаю, кто это, так что прошу, как бы, добавиться. Если есть что сказать, добавляйтесь, говорите, не стесняйтесь. Вы не думайте, что здесь какой-то закрытый кружок. Что здесь общаются только те, кто друг друга знают. Нет, здесь точно так же каждый из тех, кто сегодня выступает, добавился первый раз в Skype, начал говорить, познакомился, пообщался. И наше общение, да, уже стало каким-то дружеским, личным, потому что, ну, вот так вот студия свободы сближает людей. Потому что люди понимают, что здесь собираются люди по каким-то одинаковым принципам и, в принципе, по одинаковым взглядам. А сейчас давайте я попробую еще раз спросить Свету, если, как бы, у нее получилось наладить связь. Светлана, вечер. Да, алло, я вас слышу. Наконец-то, Светлана, вы слышите нас хорошо и прямо в сайте. Да, я вас уже слышу давно. Все, все, прекрасно, Светлана. Светлана, чем вам запомнилась уходящая неделя? То есть, вот что для вас было радостным, горьким, нормальным, естественным? То есть, вот с каким вот настроением, как бы, встречаете выходные? Ну, я бы хотела вам сказать большое спасибо за вашу передачу. Я попала, конечно, первый раз. Вы меня во многом удивили. И было приятно услышать Виктора Петровича, который поразил меня своей правдивой речью. Потом еще сегодня я даже поделилась ссылками своими родственниками, которые проживают, сейчас они не в Молдове, мама моя там в гостях, а мама моя вообще, она переживает за политику Молдовы. И она вообще, как увидела, как объясняет и рассказывает, что Виктор Петрович была очень ряда. Если она сейчас приедет, это будет мне помощник номер два в моем селе. Это мама моя. А вы с какого села? Мы с села Сегоровки. С Егоровки. А район? Фалежский район. Фалежский район. То есть, я, в принципе, уже вижу будущих, как бы, партийных, я надеюсь, лидеров. Бричан, Фалеж, мне там кто-то, мне там кто-то кулак показывает, Александр. Типа, я опять занимаюсь агитработой. Да, я занимаюсь агитработой. То есть, в принципе, и как бы ничего в этом и не стесняюсь. Светлана, пора продолжать. Вы затронули много, конечно, больных таких вопросов, которые есть не только по всему району. Есть, конечно, и у нас. В данный момент, конечно, я тоже буду в дальнейшем обсуждать, с вами решать. Было, короче, очень приятно с вами общаться. Вопрос такой, я в друзьях у вас на одноклассниках есть? Если что, я в друзьях, я на одноклассниках, как обычно, Валько, Вячеслав, не прячусь ни под какими-то там профайлами. Естественно, вы добавьте меня в друзья. Если вы знаете о каких-то проблемах в вашем селе, в соседнем селе, проблемы у ваших друзей и знакомых, которым нужно помочь в информационном плане или поддержкой, советом, вы пишите мне. Мы обязательно постараемся помочь и отреагировать на ваши проблемы. Хорошо? Спасибо, конечно, большое. Проблем есть много, которые, конечно, нужно обязательно вместе с вами. Я думаю, вы обязательно нам поможете в этом. А решать их можно только одним способом. Поднимать эту проблему снизу наверх. Ведь пока она там лежит, проблема у вас на местном уровне, ее никто не видит и она кажется маленькой. Но как только ее поднимаешь наверх, на уровень республиканский, то есть об этом уже знают не десятки, а сотни, тысячи людей, то сразу система начинает шевелиться. О, тут Альфа-Ньюз показывает, что там у нас в Мормоновке мы не пробили дорогу. Да сколько может? Да знаем мы, что там дорога не пробита. Они постоянно об этом пишут, 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 говорят, говорят. Слушай, Шалару звонит. Да дайте уже этот трактор туда, пробейте уже туда, дурак, дорогу. Сколько можно читать на Альфа-Ньюз, что там вот дорога пробита? Они нас постоянно долбят, как дятлы в голову. А по-другому нельзя с ними. По-другому с ними нельзя. Я вам говорю, если есть что-то, пишите, и мы будем об этом говорить. Мы будем стараться, чтобы долбить этими проблемами прямо им в темечко, чтобы они их решали. А по-другому ничего в этой стране добиться нельзя. Обязательно, обязательно с вами на связи. Я вас найду в одноклассниках, было очень приятно. Хорошо. Так, у нас новый сегодня гость в передаче. Представьтесь. Добрый день. Добрый вечер уже. Вечер, да. Меня оказывается слышно. А я вот смотрю, мне зовут Андрей. Андрей, вечер добрый. Тебя слышно, тебя хорошо слышно. И мы даже оценили твой красный ковер на заднем фоне. Спасибо. А я вот не видел себя и думал, что только слышу. Все, проверка связи. Отлично. Андрюш, вот тема нашей сегодняшней передачи. Итоги недели. Вот ты как бы на юге Молдавии, правильно? Ты сам откуда? Вот точно. Я сам коренной житель. Сам коренной житель. Я понял, какого района ты коренной житель? Родился в Когуле и живу в Когуле. Что у вас там на юге Молдавии? То есть вам обещают снегопады. Вам обещают. Как там у вас погода? Ну, в принципе, у нас снежок идет, но не такие жестокие. Я как слышал в истории про Дрокию. Там кошмар. Там два метра. Кобочится отметить, что реформы американские замечательно идут. Молодцы ребята. Что запланировали, то и делают. Хорошо. У нас немножко помягче, поэтому у нас таких особых проблем нет. Андрей, вот у меня к тебе вопрос. Ты, в принципе, первый, кто к нам дозвонился с юга Молдавии. Если ты что-то слышал краем уха, как народ отреагировал все-таки там на местах у вас по поводу решения новой Гагаузии продаться с потрохами в Демпартию? Знаете, я ничего об этом не знаю. Понял. К сожалению. Сейчас у меня новая работа отрезана от интернета. От связи. Хорошо. Что за неделю тебе запомнилось? На что бы ты хотел бы сакцентировать внимание? Я лично держусь за тебя, Вячеслав, и вообще за парчью вашу. Потому что я хочу вступить в таможенный союз. Я много знаю и не могу все похватить. За что стараюсь тянуть концы. Они тоже не поняли. Поскольку это уже идет долго, то вот дошло и Альфа-Ньюс, и Свободы. Хорошо. Андрей, Андрей, мы рады тебя приветствовать в нашей передаче. Рад, что ты уже дошел и до Студии Свободы. Теперь ты всем своим друзьям, знакомым, я надеюсь, будешь рассказывать о том, что есть такой интересный портал, как Альфа-Ньюс, а там есть правдивая передача, которая ведет, в принципе, неплохой парень. Вы сейчас делаете каждый вечер. Слава. Вчера у нас был разговор очень интересный. И мне задали серьезный вопрос. А что я конкретно делаю сейчас для продвижения социал-демократов, для портала Альфа-Ньюс? Знаешь, я действительно задумался в этом вопросе. И дама из Гресса сказала, я вот готова 50 евро пересылать. Это очень хорошо. Представляешь, если каждый так будет делать, да? Вот. И я хочу сейчас объявить, что, допустим, если вы хотите застраховать свою машину, или вообще любая страховка, которая вам потребуется, если вы хотите, вы можете сделать эту страховку через меня, и 50% от конфигурации комиссиона я направляю в социал-демократическую партию, на финансированный портал Альфа-Ньюс и других хороших инициатив, которые потребуются. Даже заправить, например, автомобиль, который отвезет инвалида, например, куда-то. Ну, то есть, вот таким вот образом я предлагаю. Анатолий, прекрасная, прекрасная инициатива. Я уверен, что мы к ней вернемся после Нового года. Мы это вывесим, как бы, официально на сайте. То есть, всем тем, кому нужно будет застраховать. Тут, как бы, обычную, как это вот, ну, каска, да? То есть, как она вот, не каска, а… Не только каска, а танк. Любую, да. Если он остается бизнесом. Хорошо, я понял. Павел, вот ты так скромно молчишь, как бы, это вот. Какие у тебя, как бы, успехи на этой неделе? То есть, давайте уже, как бы, уже поговорим и в итогах нашей деятельности. То есть, мою работу вы все видите. Я в социальных сетях, я с вами в передачах, я на сайтах. Я в одной работе. Что у вас, как бы, в течение недели было? Павел. Павел. Павел или просто отошел, или там, наверное, какие-то проблемы со связью. Хорошо, я продолжил. Знаете, что, знаете, что мне еще, как бы, на этой неделе, как бы, меня поразило, что при всей той беде, которая, как бы, которая постигла страну, Филат, как бы, то есть, все, что он смог сделать, как бы, в районах, это приехать на трех джипах на три минуты, выйти в пургу, снять маленький видеоролик о том, что он, в принципе, был на месте, и знает, что там творится, и после этого, как бы, быстренько укатить в теплый город Кишанев. На мой взгляд, на мой взгляд, премьер-министр на этой, на этой неделе полностью не прошел проверку на профпригодность. То есть, когда опять страна столкнулась с проблемой, он ничего не смог этой проблеме быстро противопоставить, как это было в случаях с наводнениями. И вот теперь случаями со стихийными снегопадами снегопадами на севере Молдовы. Я вижу, что у нас новый человек присоединился. Кто это, Саша? А? Андрей. Андрей, вечер добрый. Андрей. Здравствуйте. Андрей, у кого-то... А, так, у меня убедительная просьба. Все те, кто не говорят, я прошу вас отключить свои микрофоны, абсолютно всем. Ага, спасибо. Выключите все свои микрофоны. Выключить микрофоны можно... Очень сильный фон. Только у меня. Андрей, я... Микрофон. Стоп. Нашел. Сейчас только Андрей. Ты с нами, Андрей? Да, я здесь. Все, я убедительная просьба ко всем тем, кто не говорит, отключайте свои микрофоны, потому что когда 8 человек в эфире и у всех включены микрофоны, аппаратура просто-напросто заводится и сходит с ума уже. Андрей, еще раз добрый вечер. Как бы это вот... Чем тебе запомнилась уходящая неделя? То есть, что для тебя было таким самым значимым событием? Для меня был страшный день. Самый значимый, что я лично говорил с Виктором Петровичем. Ну, то есть, ты как бы так все. То есть, с лидером напрямую на ты, Виктор Петрович, вопросы есть такие, такие и такие. Правильно? Да, это самое значимое. И еще, что вы знаете, мы вот и то неделя, которую я вот считаю для себя тоже очень таким важным. Я вот с Павлом когда-то тоже связался, он по многому перестал кое-какие там визитки. И вот сегодня раскучал, тоже пошел на 30-м, и вот начнется вот эта вот работа по... По продвижению портала, по продвижению передачи, по продвижению каких-то вот наших идей, как бы и так далее. Правильно? То есть, ты себе уже наметил план действия, да? Да, я долго уже думал, решался, но вот все-таки решил. Понял. Андрей, я даже тебе скажу больше, что мы поддержим вас в ваших начинаниях. Я думаю, что мы напечатаем как бы от портала как бы визитки для того, чтобы, ну, маленькие визиточки с адресом портала, с временем выхода передач, с адресом скайпа и телефонов и так далее, чтобы вы могли эти визиточки раздавать своим друзьям, знакомым, и чтобы они знали, когда нужно заходить на портал и участвовать в передачах. Просто каждый из вас скажет, кому сколько нужно, и мы отправим туда маршруткой, машиной, или как бы подъедете куда-то в офис и заберете. Хорошо? Да, да, спасибо. И Павлу тоже спасибо. Спасибо, Павел, за то, чтобы он мог. Да. Сам бы этим не занимался, но когда вы готовы, то, конечно. Что я хочу еще сказать? То есть я тоже очень рад, я тоже очень рад тому, что у нас прошла передача с Виктором Петровичем в четверг. Я очень рад, что он дал согласие, что теперь еженедельно в четверг в 20.00 он будет у нас в передаче в студию «Свободы». То есть мы за неделю можем готовить вопросы к нему, писать мне в скайп или просто задать их уже лично. И вот каждую неделю всем можете сказать, что можно с Шеллиным поговорить по скайпу напрямую. То есть вот так вот. То есть все хотят поговорить с лидером напрямую, пожалуйста, в рамках студии «Свободы» у всех будет такая возможность задать ему вопросы на все интересующиеся темы. Для того, чтобы люди не повторялись, мы постараемся уже ответы на те вопросы, которые были, выложить, и чтобы люди могли заходить и заранее смотреть, какие ответы уже были даны. Чтобы мы каждый раз не начинали нашу передачу с одного и того же. Виктор Петрович, а что с подписями, которые там были собраны за таможенный союз? Виктор Петрович, а что там, какая наша идея «Свободный экономический зон». То есть мы уже на эти вопросы, ответы были получены. Завтра, я надеюсь, что мы нашу вчерашнюю передачу разрежем на маленькие кусочки и выложим ее на нашем портале в Ютубе «Альфа-Ньюз». И вы получите возможность уже своими друзьями делиться уже маленькими отрывками этой передачи. Потому что, извините меня, двухчасовую передачу людям посмотреть довольно-таки сложно. А отрывок передачи на 5-10 минут, в который Виктор Петрович отвечает на тот или иной вопрос, уже как бы будет гораздо легче. И у вас всегда будет уже инструмент для общения с другими людьми. Что мы думаем по этому поводу или что мы думаем по другому вопросу? Я думаю, что подавляющее большинство людей прекрасно понимает, что происходит. И все в деле, что хочется, потому что, конечно, быстрее увидится всем. Увидимся, увидимся. Мы обязательно должны всем нашим друзьям, знакомым сказать, что 2013 год он будет решающим для Молдовы. Видите, как бы у Альянса такой, знаете, стратегический план в 2013 году нанести смертельную рану молдавской государственности, после которой она бы не смогла бы оправиться. И мы должны понимать, что для нас это будет тяжелый год. Мы должны будем бороться. Мы должны будем консолидироваться, объединяться для того, чтобы противостоять этим гнусным действиям со стороны Альянса, которые они уже заготовили. И поверьте мне, бой будет тяжелый, потому что ресурсов финансовых, информационных у них гораздо больше. У нас есть один ресурс. Это наша вера и это мы с вами, народ. Поверьте мне, это большая сила, если у нас будет возможность, если у нас получится объединиться всем вместе для того, чтобы совместно противостоять действиям правящего Альянса. Так. У кого... У кого еще есть какие вопросы и предложения? То есть я потом еще расскажу вам маленькие дополнения. Расскажу, что будет изменено в портале студии Свобода. У вас есть возможность по 2-3 минуты высказаться. Вячеслав, можно у меня вопрос? Да, можно, Вера. Мы вчера, кстати, после передачи обсуждали это. Так я смотрю, что Анатолий есть, Света тоже есть, Лана тоже есть, но Павел отключился. Скажите, пожалуйста, даже не вы скажите, наверное, А меня действительно интересуют вот эти ответвления, которые появились после того, как появился референдум. Еще раз, что вас интересует? Меня интересуют те общественные организации маленькие. Которые появились после референдума, да? Да, да, да. Я предлагаю... Начали растить как гребы на дрожжях. Я понял, Вера. Это большая тема. Это большая тема, как бы я вам коротко, в течение 2-3 минут на нее ответить не смогу. То есть, если интересует вас эта тема, я могу посвятить ей отдельную передачу, может быть, даже на следующей неделе или как бы через неделю посмотрим по плану передачи. Я вопрос, в принципе, понял. Ну, в принципе, что это будет интересно не только мне. Да, то есть мы... Я понимаю, о чем идет речь, и я готов на эту тему как бы ответить, но я думаю, что немножко попозже. Анатолий, 2 минуты как бы у вас в таком заключительном формате, и подведем итог и недели, и передачи. Две минуты от меня. Ну, что я могу сказать? Что каждая наша беседа, особенно вчерашняя беседа с Виктором Петровичем, она, в общем-то, подталкивает на все новые-новые, так скажем, мысли, идеи. И сегодня буквально я пригласил к нам в гости в Молдову одного российского гостя, приедет в марте господин Герман Стерлигов, знаете такого, да? Вот. И возможно, возможно, это тоже будет какой-то из вариантов, он тоже может подсказать свои какие-то идеи. Вот вчерашняя наша беседа подтолкнула меня вот на такой шаг, пригласить в гости вот такого человека. Анатолий, спасибо. Вячеслав. Да, Ирина. Вячеслав, я вспомнила эту тему, вы просто забыли мозги, в смысле, оттекли. Я по Газпрому хочу вернуться. Да. Когда закончится этот беспредел? Я не представляю себе, ну, это же просто-напросто воровство среди белого дня. Да, именно так. А беспредел я могу ответить вам, когда закончится, когда он надоест этому обществу. Я еще раз вам скажу, что мы достойны той власти и того правительства, с которым миримся. Если народ мирится и сидит дома, значит, его все устраивает. Понимаете? Когда, значит, не зажали так еще в угол, значит, не прижали так еще, там, я не знаю, там, пятку, ноги, пальцы, не знаю что. Ну, как не прижали, как не прижали. Уже у людей по 20-30 тысяч долгов висит. Нормально, когда придут домой и начнут забирать мебель, телевизор, холодильник, не одному-двум, а повально сотням, тысячам людей, вот тогда народ, наверное, проснется. А пока народ считает, что все нормально, он пойдет в банк, он уедет, он или еще что-то сделает. Или, или, я надеюсь, на более прагматичный вариант. Когда народ поймет, что народу нужно для того, чтобы начать защищаться, объединяться как в какую-то партийную структуру, как можно быстрее, консолидироваться как можно больше и определить, когда вот наступит тот рубеж силы, все вместе выйти и сказать свою точку зрения на те или иные вопросы, которые присутствуют в обществе. Раньше ничего не будет. Потому я и говорю, что 2013 год будет для Молдовы решающий. Будет та решающая схватка между этим альянсом, между этими упырями, которые сосут кровь народа и народом. Если народ проиграет, он будет разорван, и многим придется эту страну покинуть. Просто-напросто отсюда выбежать, потому что здесь жизни не будет. Что происходит у нас в стране? У нас в стране происходит рейдерский захват страны. Вы смотрите, что происходит. Сельское хозяйство убивают для того, чтобы полностью освободить рынок сбыта, этот маленький рынок на 3 миллиона людей, бедных людей, европейским производителям, чтобы они здесь продавали свои товары. Не важно какие, не важно какие. Вместо того, чтобы Павел там, на севере Молдавии выращивал помидоры и продавал, его хотят закрыть, убить, уничтожить, для того, чтобы он ничего не производил, а какой-то олигарх закупал те же самые яблоки из Польши или какой-то из другой страны, и мы ели все привозное. Вот что в этой стране делается. Вы посмотрите, сегодня фермеры, сегодня фермеры, одну секунду, сегодня фермеры, сегодня фермеры подняли перед Филатом лапки, встали на цирлы и сказали, господин премьер-министр, мы гарантируем вам до февраля месяца никаких протестов. Япония мать, вам что, жить стало лучше? У вас все так хорошо, что вы гарантируете, что до февраля месяца не будет никаких протестов? Или сколько каждому из вас дали денег, чтобы вы закрыли свои рты? Но вы говорите, когда прекратится бардак, когда люди прекратят брать денег, когда люди прекратят говорить, что им хватит, что они довольны и начнут бороться за свои права. Вот тогда бардашки прекратятся. А до этого... Ну, значит, это не прекратится никогда. Каждого будут покупать оптом и грозненько. Кого-то за 10 лет, кого-то за миллион. Елена, я пошел за Виктором Шеллином только потому, что уубедился, по крайней мере, на данный момент времени, что он человек, который идет до конца. Очень важно, очень важно найти человека и идти за ним, за тем, кто готов идти до конца. Очень противно и больно быть тем человеком, когда ты за кем-то пошел и почувствовал, что тебя бросили на произвол судьбы, на полдороги. То же самое, что было с декабристами в каком году? Я не помню. На 17-й площади. То есть декабристы такие, герои, давайте царю оторвем голову. Да, давайте. Вот там изверг и все такое. Вывели два полка на Сенатскую площадь. И потом, как импотенты, решали полдня, а кто же будет командовать этими ребятами. И дождались от того, что подошли правительственные войска и этих ребят, два полка, которые пошли за ними, которые доверились им, расстреляли из пушек картечными. И они потом, как герои, поехали в Сибирь. Да нахрен нам все это геройство нужно. Я не готов быть тем солдатом на этой Сенатской площади, когда тот человек или та группа людей, за которыми я пошел, бросит меня на произвол судьбы. Вот и все. Мы должны... Осталось в Сибирь. Там, кстати, довольно неплохо. И второй вопрос. Дело в том, что до 20 лет выросло поколение Молдава, которые считают себя румынами. Но дело в том, что это дети, которые очень смутно помнят Советский Союз и настолько пробили мозги, что они не воспринимают, что да, это было плохо, да, это хорошо. Все, что было до 90-х годов, это все было хорошо. Посмотрите на портал. В конце концов, уже Приднестровье винили в том, что они развязали войну. Я сама была в Дубльцарах в тот день, когда началась война с Приднестровья. Лен, Лен, я скажу вам честно, я... Ну, да, есть такая прослойка молодежи. Поколение, да, которое винит Советский Союз в чем-то. А у нас нету повестки дня с ними о Советском Союзе. У нас есть сейчас со всем молдавским обществом одна повестка дня. Давайте, как бы, не искать проблемы в прошлом. Давайте думать о том, чтобы в настоящем было хорошо. Мы не говорим людям, мы не говорим людям о том, что нам нужно вернуться в Советский Союз. и мы разговариваем с ребятами, которые сегодня ничего не хотят слышать. Для них русские оккупанты, потому что мы сейчас сидим в полной кухне. это опять же русские оккупанты, виноваты, и тех пор русские будут в Молдове, все будет плохо. Елена, я вам хочу... Вот чем можно поговорить сейчас с товарищем или господином, которому 30-35 лет? Елена, о том, с тем господином, которому 30-35 лет. Не надо говорить про Советский Союз, не надо говорить про 90-е годы, не надо говорить про войну в Приднестровье, по крайней мере, на этом этапе. С ним нужно говорить о чем? Тебе жрать нечего? Нечего. У тебя перспективы есть? Нету. У тебя коммунальные услуги большие? Большие. Ты плутишь за то-то, 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 много, много. Зарплата низкая? Низкая. Хочешь, чтобы было лучше? Да, хочу. Вот, вступай. Но ты говоришь, русские на всем виноваты. А при чем здесь русские виноваты? Ну, при чем здесь вот... Нет, он говорит, русские виноваты. Я говорю, ну, хорошо, а вот теперь... Хорошо. То есть, с людьми нужно говорить о тех проблемах, которые им понятны. Это понятно, но дело в том, что они настолько зазомбированы. Подождите, договорите... Нет, один ответ на все. Что бы ни случилось в Молдове, сейчас русские виноваты. Елена, то есть... Россия не хочет продавать газ по дешевке. Русские виноваты. Я не знаю, где вы находите этих людей и почему... То есть, я уверен в том, что с каждым человеком можно договориться и объяснить им, что вы хотите. Мы хотим, чтобы в этой стране, в Молдове, все граждане страны жили хорошо. Каким образом? Мы хотим войти в таможенный союз для того, чтобы стать интересными для всех, потому что мы станем частью большого экономического потребительского рынка в составе 190 миллионов людей. мы станем частью этого большого рынка. И тогда здесь, в этой стране смогут зарабатывать все и европейцы, и китайцы, и россияне, ну и так далее. Вот только не китайцы. Хорошо, давайте как бы мы на этом остановимся. Я спрошу, вот Светлана, у вас есть как бы по концовке вы можете такие напутствующие две-три минуты. Светлана? Светлана, наверное, нету или просто какие-то там проблемы со связью. Павел, вы с нами? Да, я с вами. Павел, ну вот в принципе мы подводим уже итог передачи и итог недели. Вот какие бы вы задел на следующей неделе, какие пожелания по эфирам, по передачам, по темам, по формату может быть? Потому что в принципе я хочу, чтобы передача была интересна всем. А чтобы она была интересна всем, я всегда буду спрашивать вашему мнению, какой вы ее видите. Именно по передаче я бы, вот не знаю, мы можем поговорить, конечно, это и пост передачи, но я тебя еще просил на прошлой неделе или на позапрошлой собрать несколько людей и уже как бы настроиться, именно настроить этот звук, чтобы не было вот этих всех до передачи хотя бы за минут 15, чтобы мы не имели вот этих проблем на передаче. Смотри, у нас проблема не в студии, подключаются люди, новенькие, новенькие, и, ну, они как бы не знают, что нужно отключать, у кого-то фонит, кто-то смотрит передачу и в скайпе, и в трансляции, то есть это вот момент, нет, все равно, надо как-нибудь это все равно сделать, потому что, вот, сейчас вы говорили вдвоем, я практически ничего не слышал, что говорится, о чем говорится, то есть, не знаю, может в трансляции все нормально, ты не слышал меня или ты не слышал Елену? Идет связь с опозданием. Когда говоришь ты, все нормально, когда говорит кто-то со студии, именно, очень плохо слышно и, ну, как бы тебе сказать, такая ступенька получается, что практически ничего не разбираешь, о чем говорится, то есть в самом скайпе, я не знаю, может в студии нормально слышно, но здесь кто сидит в скайпе, я уверен, что у всех такая же история. Надо будет как-то именно настроить один раз нормально и решить вопрос этот, потому что на каждой передаче это одно и то же, практически вот у нас. Павел, я сейчас задам вопрос, то есть, вы плохо меня слышали, слышите в скайпе? Да, именно в скайпе тебя слышно нормально, а выступающих очень плохо. Потому что у некоторых выступающих плохая просто связь. Понимаешь? дело не в связи, все-таки. Тут именно дело в эхе каком-то непонятном. Ну ладно. Сейчас, одну секунду, друзья, сейчас эхо есть? Вот когда мы говорим, я думаю, нет. Не у всех. Вот когда говорит именно, вот допустим, и Лена, и допустим, Анатолий, вот у них эта проблема есть. Вот когда они с вами говорят. А знаешь, почему? Потому что люди говорят без наушников, и их микрофон цепляет динамики на ноутбуках. Я прошу всех снова и снова, для того, чтобы участвовать в передачах, вы купили себе наушники, для того, чтобы ваш микрофон не цеплял звук с ноутбуков. Возможно. Ну, а по самой передаче мне, по крайней мере, очень нравится, куда мы идем, и очень нравится, то есть передача развивается, появляются новые, как бы, мнения, новые люди, это очень хорошо, и я только могу пожелать, чтобы так и впредь продолжалось, то есть нас становилось все больше, мы объединялись, и говорили о своих, как бы, делах насущных, и то, что наболело, как бы. Вот, все, пока. Павел, спасибо. И давайте, как бы, на такой положительной ноте я закончу передачу, пожелаю всем вам, пожелаю всем вам приятных выходных, слава Богу, что конец света не наступил, мы двигаемся с вами дальше, мы продолжаем с вами жить, мы продолжаем с вами бороться, впереди у нас 2013 год, впереди у нас следующая неделя, завтра на следующей неделе будут поздравления, там одно другое, пятое, десятое, напоминаю сразу, что в четверг у нас будет снова встреча с Виктором Петровичем Шеллиным, в четверг, в пятницу мы будем подводить итоги недели, то есть я пробую, я пробую этот формат, пробую смотреть, что получается. Ну, и с понедельника по среду у нас будут передачи на текущие события в стране, прошу всех и каждого заниматься тем, что продвигать формат передачи своим друзьям, знакомым, приглашать, давать возможности им, объяснять им, что нужно в техническом плане для того, чтобы они были участниками передачи, главное, это что, это нужно, я показываю, чтобы у вас были наушники, потому что, как только у вас наушники есть, вы решаете 50% всех своих проблем со звуком, потому что ваш микрофон не сцепляет звук с ноутбука или с колонны, которая находится у вас в комнате и вас нормально слышно. Я вас очень прошу, уважайте тех людей, которые вас смотрят и слушают, и для того, чтобы быть участником передачи, сделайте тот технический минимум, о котором я вас прошу. Ну, в принципе, все. Я уже сказал, что есть проблемы, пишите, есть предложения, пишите, есть замечания, пишите, есть просто хорошее настроение и желание поговорить, тоже пишите. Я постараюсь на все ответить. На этом я с вами прощаюсь. До понедельника. Это была студия Свободы и я ее ведущий Валькович Слав. Всех благ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...